Работа по контролю за исполнением указа главы государства о неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссыкуль осуществляется регулярно. Однако, как показали проверки, несмотря на проводимые рейды, количество рыболовов, браконьеров не уменьшается. Залив селитюб, называемый чистый, занимающий площадь в 200 гектаров, стал центром незаконного рыболовства. Соответствующие органы уверяют, что борьба с рыболовами-браконьерами ведется регулярно. Однако, на самом деле, ситуация на месте совсем иная. В ходе внеплановой проверки инспекторы управления контролей исполнения и решений президента и кабинета министров для начала запустили беспилотник и провели наблюдение сверху. Так, сразу были обнаружены рыболовные сети, брошенные в озеро. Затем инспекторы отправились на место на лодке. И в воде они обнаружили огромное количество сетей, а также застрявших в них рыб. Кроме этого, с помощью дрона в кадр попали и сами рыболовы-браконьеры. Очистка проводилась по всей местности вот буквально на прошлой неделе. Браконьеры успевают установить рыболовные сети за ночь. Мы не успеваем очищать. С технической стороны тоже есть проблемы. У нас есть только этот катер. Он называется «Таганка-сороковка». Его нам приходится постоянно ремонтировать за свой счет. Но, несмотря на сложности, стараемся не останавливать работу. Внеплановые проверки проводятся в рамках исполнения указа президента Садырача Парова о неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль. По итогам руководства страны будут даны рекомендации по принятию соответствующих мер в отношении государственных органов, слабо выполняющих свою работу. Есть ответственные сотрудники, которые должны отвечать за проделанные на участке работу, со которым он закреплен. Исполнение указа, а также охрана экосистемы озера Иссык-Куль возложено на Министерство природных ресурсов и местные органы власти. Но меры, предпринимаемые на месте, не впечатляют. Вот вы говорите, что выезжали позавчера. Можно было довести дело до конца? Или обязательно надо было, чтобы на место приехали наши сотрудники? Вы прекрасно знаете, что мы проводим внеплановые проверки. И все равно мы приходим к такому итогу. Можно же ведь довести все дела до конца и самостоятельно решить проблемы, и обойтись без проверок с нашей стороны. Работа идет. С прошлого года здесь в Мурасе развернут лесной кордон. Там и днем, и ночью работали наши ребята. Они находились здесь за свои собственные средства. Нам действительно тяжело. Приходится ездить по 70 километров туда и обратно. Есть, конечно, проблемы, но все же не стоит говорить о том, что местность совсем осталась без контроля. Сейчас вот вплотную заняты ловли рыболовных сетей. Мы всегда поднимаем этот вопрос. Просим запретить ввоз китайских снастей в страну. Во время подобных внеплановых проверок становится ясно, что борьба с незаконным рыболовством все еще остается нерешенной проблемой. В этой связи ознакомиться с работой, проводимой на местах, прибыл и сам министр природных ресурсов и экологии и технического надзора. Ранее распространялась информация, что со стороны браконьеров экология озера Иссикуль и близлежащих районов наносится вред. Поэтому и решил ознакомиться с ситуацией на месте. В частности, мы проверяем, какая работа проводится со стороны сотрудников нашего ведомства и экологов, как вы сами видите, вот такие сети здесь оставляют ночью. Наши сотрудники в настоящее время работают днем и ночью. Вот только вчера на этой территории мы извлекли четыре рыболовные сети. В целом, с целью очистки озера Иссикуль работы проводятся как на побережье, так и в самом озере. В этом направлении совместно работает экологическая и туристическая милиция. Сотрудники были обеспечены соответствующей технической базой. Большую работу по очистке озера проводят и сотрудники МЧС. Как отмечают в ведомстве, с 12 марта начались работы по очистке озера Иссикуль и близлежащей территории. В частности, к этой работе привлечены водолазы. Всего было определено четыре участка. В настоящее время водолазы ведут работу на первом участке, куда входят Тюбский, Аксуйский, Джетойгусский район, а также город Каракол. Эта работа проводится согласно указу президента. До настоящего времени мы очистили более 50 тысяч 600 гектаров дна озера. Нами было собрано более 3 800 килограммов мусора. Кроме этого, с дна озера в общем мы достали 48 тысяч метров рыболовных сетей. Водолазы работают по сменам. Работы по очистке приостанавливаются только тогда, когда на озере бывают сильные волны или дожди. А так, работа у нас ведется непрерывно. Как отмечают водолазы, на дне озера чаще всего находят полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, заполненные песком. На дне мы находим и вот такие разломанные стеклянные бутылки. Представьте, если на это кто-то наступит, особенно дети. Но это же ужасно. Вы пришли отдохнуть на пляже, но будьте добры, не мусорьте. У многих отдыхающих есть машина. Можно просто собрать мусор и забрать. Что здесь такого сложного? Соблюдать чистоту в облаке. Во время отдыха на Иссыкуле призвал граждан и президент. На своей странице в фейсбук глава государства, комментируя работу водолазов, отметил, что чистота зависит от каждого человека. Не будьте столь равнодушными. Уже второй месяц сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций не могут закончить очищать озеро. Чистота зависит от нас самих. Почему мы такие равнодушные? Сами мусорим, но требуем от государства чистоты. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Каждый гражданин обязан соблюдать чистоту и требовать от других ее соблюдать. Уважайте чужой труд. Как отмечают сотрудники МЧС, в основном люди бросают в озеро пластиковые бутылки с песком. Каждый раз водолазы поднимают со дна до 50 килограммов мусора. Дети на пляже часто играют, наполняют бутылки песком, но все это так и остается. К примеру, на территории диких пляжей нет мусорных урон, поэтому весь мусор остается либо на дне озера, либо на пляже. Мы очень часто с дна озера вытаскиваем полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Особенно тяжело выносить бутылки, мы же их не по одной, а мешками выносим. Вы представляете, насколько это непросто вытаскивать с дна озера тяжелый мешок с бутылками, наполненными песком? Касательно этой проблемы, в Кабмине предлагают в магазинах и зонах отдыха вместо полиэтиленовых изделий использовать бумажные. Также был затронут вопрос об открытии предприятия по производству пакетов из столовой посуды и из бумаги. В свою очередь аналитики отмечают, что синтетические отходы негативно влияют на флору и фауну акватории озера Иссык-Куль. Это очень важная инициатива, я поддерживаю, потому что пластик очень долго разлагается в окружающей среде. Будет бытовой пластик возить, а какие-то бутылки и прочее, это надо тогда полностью на стекло заменить. В целом инициатива представителей Кабмина вполне реализуема, отмечают экологи. Однако на это потребуется много средств и времени. Кундуз Кадатайвумар Малашев, АЛАТО 24, итоги недели.